Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник Кижи. Основан в 1969 году. Постоянный персонал музея 70 человек, в том числе 30 специалистов с высшим образованием. Более 50 человек, работающих сезонно, по договорам и контрактам, приехавших из города Петрозаводска. Но вовсе не научные работники и не городские жители, а именно местное сельское население и только оно может стать действительным преемником культурных традиций, которые формировались здесь в течение столетий. И веселая слепая вода завивала кудрик, девица душа завивала, приговаривала, быстро реченьки наказывала, пока речка не разорится, мои кудри не разорются. Да, это, наверное, только создающаяся у нас еще структура при музее, которая, ну, возникла так, очень своеобразно. Из нашей фольклорной группы, которая существует, бог знает, сколько времени уже. Вот, но тем не менее мы как-то думали о том, что вначале так, просто для себя попеть, да. А потом решили, что мы одновременно будем еще и делать костюмы. То есть вы научные сотрудники занялись тем, что вы решили петь, вы решили повторить какие-то вот копии костюмов, да? Не, ну это естественно, когда люди занимаются в музее работой, связанной с историей крестьянства, то понятно, что хочется попробовать все. Попахать землю, отбелить холст, что мы пытались сделать сами. Я лично пыталась вот отбелить. То есть вы постепенно куда-то в глубину веков ходите, да? Попытаться потрогать руками все, что только можно. Все, что связано с этим, конечно, все так делают. Как только Елена стала заниматься костюмом, естественно, захотелось шить такой же костюм, посмотреть, в чем особенность его кроя, почему он так сидит, да? Последний как раз этим, самый большой специалист по этому вопросу. И теперь у вас уже у всех есть свои какие-то концертные костюмы, или как их надо назвать? Ой, они не концертные. Не концертные, да? Они нам просто нужны, чтобы вот если праздник преображения мы на остров едем, то нам очень отправляемся, хочется одеть такую одежду. Именно в ней приехать, на остров церковь пойти. Кижи – памятник мировой культуры. Сотрудники музея Кижи – деятели мировой культуры. Это слова Дмитрия Сергеевича Лихачева из книги отзывов музея. Да, именно музей, и только он способен реально содействовать восстановлению утраченной связи между поколениями. А утраты действительно были большими. Достаточно сказать, что в то же время на территории Кижской волости трудники сырного полы, как или куница. Стала ясна проблема. Есть объекты традиционной культуры, но нет их реальных носителей. Музей начал с себя. Создан Центр фольклора и традиционных технологий. Создан из числа сотрудников музея и их семей. Центр занят презентациями народных обрядов, музыкальным фольклором, традиционными промыслами и ремеслами. Центр организует представление фольклорно-этнографического театра на народных гуляниях, ярмарках и праздниках. Вот эти три барышни, которые там сидят, они уже умеют очень многое. Много работ, да? И они демонстрируют на территории погоста, да? Да, нет, они здесь в доме Ошевни. Вот там есть выставка «Головной убор», где показаны не только головные уборы, но и женские украшения. И то, что очень удобно показывать, это изготовление женских украшений, мы там показываем как раз. То есть это бусы, серьги, бабочки традиционные наши. Каждый предмет, который в народном костюме существовал, он создан конкретным человеком со своими какими-то особенностями. Поэтому очень часто приходится восстанавливать все это по крупицам, по каким-то постам, изучая сам предмет. Вот так было и с головными уборами. Выкройки головных уборов практически нет. Есть такие небольшие кальки, небольшие сколки, но конкретной выкройки его не существует. Вот эта олоницкая кичка, выкройки ее... Я, например, не видела ни в одной работе по народному костюму. Их нету. Чем очень трудно восстановить вот этот рог. Выкройку этого рога, потому что это же специальное символическое изображение рога, знака трудородия. И поэтому очень трудно бывает. Даже вот проход этого шнура. Нет описания. Да, видно, есть фотографии. Есть описание, что вот проложен в начале шнур. Пойдет в него золотная нить идет, там обшитая бисером. Дело даже такая тонкость. Здесь нигде шнур не обрывается. То есть надо его выложить так, чтобы где начал, там ты, обходя все эти сложные узоры, там и закончил. То есть нет нигде ни пересекчения этого шнура, ни обрыва этого шнура. Он идет, как вот такая вот бесконечная ниточка. И надо сделать так, чтобы где ты начал, там ты его и закончил. То есть сначала изучить долго узор и проследить движение всей этой нити. Точно так же и с золотной ниткой. Надо сделать так, чтобы она у тебя нигде не пересекалась. Потому что это особенность. Это действительно таинство изготовления этого узора. Кроме возрождения традиционных ремесел, фольклора и семейных родословных, в музее восстановлены традиционные колокольные звоны на экскурсионных маршрутах по музею-заповеднику. А также в рамках концертных программ. Специально к празднику Дню Зоонежья был отлит самый большой колокол для главной колокольни Кижского погоста. Вес колокола около 500 килограмм. Один язык весит 50 килограмм. Уже несколько лет идет работа над освоением традиционного искусства колокольных звонов. Так называемой кижской технологией. Происшедшее за время существования музея укоренение части сотрудников на острове Кижи и в ближайших деревнях способствовало более глубокому осмыслению зоонежских народных традиций, с которыми приходится сталкиваться местным жителям. Это выразилось прежде всего в активизации культурных программ, отрисованных местным населением. Голос раздается, слышно было Коле, голос раздается, знать подруга наша с милым расстается, знать подруга наша с милым расстается. ПЕСНЯ 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 Много, да выбирай любого, нас на свете много, выбирай, да любого, выбирать я буду, а любить не стану, выбирать я буду, а любить-то не стану. Кого я любила, да с тем я расстаюсь, а кого я любила, да с тем я расстаюсь, а кого ненавижу, да с тем я расстаюсь, а кого ненавижу. В этом развивающемся, отчасти стихийном процессе тенденции возрождения территории как целостной системы уже присутствуют. Это восстановление кирского православного прихода, возрождение местных часовенных праздников. А что куплю, кашемир ведь нынче дорог, порублю мой милый, жени все другого, полюблю, полюбила, делать нечего, без милого жить не весело. Где веселая светлая вода, завивала кудрый девица душа, завивала, приковаривала, быстрые реченьки наказывала, пока яичка не разольется, мои кудры не разойдется. Если раньше мы просто работали в музее, то теперь мы вживаемся в эту культуру. Пример, конечно, кижская область. Мы здесь не как академические исследователи. Это становится образом призем. Не мы задаем кижам стандарт, именно кижи задают стандарт существования в данной культуре. Когда проблемы местного населения кижи станут проблемами музея, тогда можно сказать, что мы состоялись.